Добрый день! Добрый день! Спасибо за представление. Во-первых, позвольте вам тоже поаплодировать, потому что так все очень позитивно начинается и очень приятно здесь находиться, это правда. И, по крайней мере, те ваши лица и глаза, которые мы видим сейчас, в начале нашей встречи, нам бы очень хотелось, чтобы этот интерес и эта искра сохранилась у вас, как минимум, до конца сегодняшней встречи. И вы не подумали, зачем же мы сюда пришли и как же все это скучно и нудно. В общем, да, здесь действительно сегодня ансамбль «Волга-Волга», ну, по крайней мере, какая-то его часть. Отдельный привет передаем. Кстати говоря, у нас прямой эфир в Инстаграм сегодня еще идет, можно тоже ручкой помахать. Всем привет, кто к нам присоединился. Вот. И, в общем, да, так случилось, что нам исполнился 21 год. Это, с одной стороны, как будто бы не какая-то круглая дата и не юбилейная, но, с другой стороны, как-то так повелось в народе. Бытует такое мнение, что 21 год – это вот тот возраст, после которого все делают уже окончательный какой-то выбор по всем жизненным, так скажем, направлениям. И вот после 21 года, ну, как будто бы можно все. Мы вот проводим этот год под хэштегом, ну, в первую очередь, нам 21. И, конечно же, под хэштегом «Можно все». И, если, скажем так, говорить более серьезно, то хэштег «Совершеннолетие», наверное, здесь, если говорить про какое-то такое правильное звучание, он, наверное, более уместен. Хотя, в общем, кому как интереснее. И вот нам бы в сегодняшней встрече хотелось бы, чтобы это было не просто какое-то, ну, скажем, банальное интервью, то есть в котором вы просто задаете вопросы, а мы на них отвечаем. Поэтому хотелось бы, чтобы это некий какой-то сегодня случился интерактив, чтобы в какой-то момент, когда вдруг нам захочется вам задать тоже вопрос, вы могли бы на него ответить. Но, по крайней мере, чтобы сегодня у нас был диалог вместе с вами. Если это у нас получится, было бы очень здорово. Плюс, конечно, у нас есть вот сегодня рояль, он у нас уже не в кустах, в общем, он уже у нас расчехлен. Да, в общем, мы решили, что сегодняшнюю вот эту творческую встречу, раз что она творческая, значит, должно присутствовать еще и творчество, в прямом смысле слова. В общем, вот, меня зовут Антон. Это мой друг и коллега, и соратник. Его зовут Сергей. Вот. Давайте так, друзья, значит, мы постараемся сегодня, и я буду что-то говорить, и Сергей будет что-то говорить, но дабы вот создать эту атмосферу действительно творческой встречи, нам бы хотелось начать с песни. Возможно, ну, по крайней мере, я знаю, что наши слушатели, не уверен, конечно, что все, кто здесь присутствует, прям знают Волгу-Волгу и знакомы с нами весь наш творческий путь, но могу сказать о том, что у нас накопилось уже песен практически на целый альбом, в которых мы поем и воспеваем прекрасные женские имена. Вот. Есть ли здесь в зале хотя бы одна Оля на данный момент? Так, Оля, поднимите руки, есть Оля? Отлично. Вот я как раз, это самый идеальный вариант, когда в зале нет какой-то девушки, которой ты посвящаешь песню, да, потому что можно сказать, что, в общем, всем девчонкам посвящается, как мы делаем на концертах, немного весеннего настроения в эту, в общем, уже, в общем, достаточно прохладную и позднюю осенью. Субтитры создавал DimaTorzok Утром солнечным весенним, пробудившись ото сна, заплетает пледик в сети, ненасытная весна. Ловят взгляды и желанья, козы льются, как река, любит солнце, озорнится, озорнится улика. Уля, 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 ля, 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 соцветает тапаля, белым пухом разлетится грусть, тоска, печаль моя. У-ля, у-ля-ля, соцветают топоря, Белым пухом разлетится грех, тоска, печаль моя. Вечер тихо клонит в сон, Солнце звездам шлет поклон. Отражаясь в хрустале, Спят блондинки на столе, Глазоньки слипаются, Ночка начинается, Спать ложится скоренько, Озорнится уленька. У-ля, у-ля-ля, зацветают топоря, Белым пухом разлетится грусть, тоска, печаль моя. У-ля, у-ля-ля, зацветают топоря, Белым пухом разлетится грусть, тоска, печаль моя. У-ля, 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 у-ля. О-ля, ой-ля-ля, зацветают тополя, белым ухом разлетится грусть, тоска, печаль моя. О-ля, ой-ля-ля, зацветают тополя, белым ухом разлетится грусть, тоска, печаль моя. Спасибо! 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 Если вопросов нет, может быть, я хотел бы сегодня рассказать о том, как мы, в принципе, планировали отмечать свое 21-летие и почему все-таки мы проводим вот этот момент, связанный с хэштегом «можно все». То есть понятно, что каждый из нас для себя в этой жизни определяет, допустим, фразу «можно все» по-разному, да, то есть для кого-то она в кавычках, для кого-то она без кавычек, и каждый вкладывает какое-то свое понимание в эту фразу. Мы вот в плане творческом в этом году решили неожиданным образом, обычно мы к своим дням рождения готовим концерты традиционные, и вы вот еще, ребята, очень молодые, возможно, не знакомы со штампами, которые связаны с группой «Волга-Волга», но существуют такие штампы, как там песня «Ира», да, которую просят там все везде у нас петь на концертах. Кстати, сегодня споем? Ну, если нужно, споем, да, познакомим, ребят, с одним из главных штампов, связанных с «Волгой-Волгой». Это не штамп, это хит. Ну, это хит такой, я имею в виду, что все-таки, когда штамп, я, может быть, сейчас употребляю в хорошем смысле слова, потому что если есть люди, которые, может быть, не являются прямой там нашими слушателями, или там, как это, не очень не нравится слово фанатами, но все-таки, да, то они, как правило, знают про «Волгу-Волгу» немного вещей там. Ну да, у них есть песня «Ира», и еще есть кавер на «Белые розы», который они когда-то исковеркали и поют. Вот в этом году мы решили отойти от этой истории, и концерт 5 декабря у нас случится, наш концерт «Дню рождения», он будет на сцене БКЗ, большой концертный зал консерватории. И, в общем, для нас эта история неожиданная, потому что впервые мы будем на сцене такого, в общем, камерного зала. Более того, мы будем показывать эту программу вместе с оркестром, с камерным оркестром «Ля Примавера». Да, возможно, кто-то из вас знает это название, и, в общем, и мы, видимо, вот долго шли к этому, и поняли, что в 21 год мы, в общем, готовы к тому, чтобы дать такой концерт. И, соответственно, здесь, ребята, к вам в том числе тоже вопрос, пока, может быть, сразу я, если можно, у нас же есть микрофон, да, я прям, если кто-то захочет ответить. То есть вы все равно плюс-минус находитесь где-то на пороге 21 года сейчас, да, то есть понятно, что заканчивать, наверное, вуз будете как раз примерно в этом возрасте. Я правильно понимаю, или что-то я неправильно считаю? 22 примерно будет, когда они закончатся. Ну, плюс-минус, я имею в виду, что ориентировочно, да, и вот и группе нашей 21 год. Понятно, что с вами мы намного старше, но вот было бы интересно понять, то есть насколько, что... Мы сейчас уже не очень помним, что он с нами был в 21 год, да, конечно, если поднапрячь память, то мы, конечно, можем какие-то моменты вспомнить, но вот хотелось бы от вас сейчас услышать, какие настроения сейчас среди молодежи... Каково это быть молодым? Да, как это вообще? Напомните нам, пожалуйста. Вот, и еще, это я вот как бы закинул вопросик к вам, да, если вот у нас бы все-таки, повторюсь, случился сегодня диалог, а не просто то, что мы вот только здесь болтали, сидели, то было бы очень здорово. Поэтому будем ждать от вас каких-то ответов, ваше настроение. Давайте, не отходя, сразу переформулируем просто вопрос. Итак, 21, 20, 21, 19. Чем сегодня? Что тебя беспокоит сегодня? Так, сразу, резко. Ну-ка быстро расскажи. Я не могу определиться с тем, чем я буду заниматься в будущем, я не могу найти свое место в жизни. Это самый главный вопрос, мне кажется. Это первый курс, поддерживаем. Но при этом ты уже на первом курсе, в общем, какой-то шаг ты уже сделала. Иду дальше к молодым людям. Да, ой, простите, пожалуйста. Так, к вам. Что вам, да, 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 к вам. Что именно сейчас вас волнует? Он говорил, что он еще не проснулся, Акорин. Сдачи сессии. До сессии еще полтора месяца. А меня она уже беспокоит. В общем, вот вполне себе прагматичный и прямой ответ, что человек, зачем я буду думать в каком-то далеком будущем, если есть, в общем, сессия на носу и нужно с ней разобраться. Есть еще вот здесь молодые люди наверху. Итак, что вас, ваш 20 лет, волнует сейчас? Ничего не волнует, Жоу, радуюсь. Отлично, отлично. Я ждал этого ответа. Ну, я тоже, кстати, хотел аналогично ответить. Я же молодой, перспективный, что меня должно беспокоить? Все хорошо. Спасибо. Уже есть понимание того, что будет впереди. Ну, вот, собственно, на самом деле и разрядили обстановку, потому что очень классные, на самом деле, ответы. И особенно вот ребята, которые отвечали, сказали, что все очень классно. Если нам вспоминать тоже про наш студенческий возраст, то, наверное, тоже примерно в таком же мы пребывали в каком-то состоянии тогда, когда нам был там плюс-минус 21 год. Хотя, в общем, и сейчас, наверное, мы примерно так же в таком состоянии. Да, Сергей? Вот примерно в таком. Мы где-то между вами и вами. На самом деле, ребят, знаете, вот если я сейчас немножко подведу к какому-то определенному такому моменту, когда бы я хотел, чтобы Сергей рассказал какую-то свою тоже историю, потому что вот обычно мы к юбилею группы всегда готовим какой-то сольный концерт и некий тур по нашей необъятной родине, по ближнему зарубежью. Обычно он случается либо весной, либо осенью. И вот этой осенью этого тура мы не сделали. И вот концерт 5 декабря, он как бы только... Это преддверие нашего тура, который начнется у нас впереди. Я думаю, что вот после Нового года где-то с выходом на зимние каникулы и на весну будет этот тур. Надеемся, это будет достаточно большое количество городов, где нас ждут. К чему я это клоню? К тому, что мы перенесли его не просто так. В общем, перенесли тур в связи с тем, что почти 2 года Сергея в коллективе у нас, можно сказать, он отсутствовал. То есть Сергей отсутствовал, да. Возможно, многие из вас где-то в интернете эту информацию видели. Сергей боролся. Достаточно серьезный такой, в общем, болезнь. Я думаю, сам расскажет, как все это называется там и так далее. Но история такова, что мы, зная о том, что вот все уже налаживается и все должно быть хорошо, мы, в общем, ждали его возвращения в группу. И вот, собственно, узнав, что где-то к концу осени он уже появится в Казани, мы сможем начать репетировать. Поэтому мы, в общем, и подвели все к тому, что первый такой основной концерт, который мы вместе отыграем, это будет 5 декабря в консерватории. И потом мы, надеемся, уже зимой, весной мы поедем уже в тур отмечать свое 21-летие. Поэтому вот этот тур мы немножко переносим в связи с возвращением Сергея. И как раз я думаю, что к разговору о жизненной мотивации, да, о том, что как мы определяемся, что мы, какие мы принимаем решения в своей жизни, независимо с чем они связаны, с учебой, с какой-то личной жизнью там, или, может быть, действительно с какой-то болезнью близких, когда это происходит, мы, в общем, должны это делать, как-то опираясь, наверное, на все то, что нам дается свыше, и все, что нам дается рядом, то, что нам дают друзья. Сергей Татарский, мне бы хотелось, чтобы он сейчас рассказал, ну, может быть, вкратце, а может быть, и не вкратце, свою историю, которая с ним случилась. Мне бы тоже хотелось, но я просто никогда еще ни разу никому это не рассказывал, потому что ребята в курсе, больше никому особо не интересно. Я вел блог, конечно, но так рассказать связано еще не пробовал, поэтому вы, пожалуйста, что-нибудь спрашивайте меня, потому что я могу не связать долгую мысль. Начни с того, что надо просто начать, мне кажется, с того, сказать, что случилось у тебя. Поговорим о здоровье. Я не люблю говорить о грустном, поэтому... Мы не говорим сегодня это в грустном контексте, мы говорим о том, что Сергей вернулся. Поэтому веселый вопрос, с одной стороны. Вы чувствуете себя виноватым тем, что перенесли концерт, или наоборот, коллектив должен быть благодарным? Если ко мне вопрос, то я в любом случае чувствую себя благодарным, потому что такой поддержки, которую я получал от них, я не получал, наверное, никогда. Коллектив? Мы вообще благодарны тому, что, на самом деле, когда-то нас судьба свела. Мы уже вместе, вот в группе мы отмечаем 21 год, а вместе мы, вот Сергей пришел... Я новенький, вот лет 7 или 8, там, из маленьких... Около 8 лет. На Новый год где-то будет 8 лет. Да, 8 лет. Да, всего-то ничего, да? Ну, это, в общем, практически половина истории коллектива, поэтому я считаю, что, на самом деле, вообще появление Сергея в коллективе такая знаковая для нас история. Поэтому, когда все случилось, давайте я тогда начну, вот эту тему. Когда 2 года назад Сергею поставили диагноз лейкоз, там еще есть какие-то более такие четкие слова. Острый миелобластный. Острый миелобластный лейкоз, для тех, кто не знает, простыми словами, это рак костного мозга, правильно? Рак крови. Рак крови, вот. И 2 года, собственно говоря, Сергей боролся с этим заболеванием. И что вы думаете? Вот, и, собственно... Спасибо. Мы все, кто, в общем, старались быть рядом все это время, но понятно, что, в первую очередь, это, конечно, победа Сергея, что он вернулся, и вернулся полноценно. То есть мы сейчас репетируем, даем концерт, и вот все, что происходит, я, по крайней мере, вижу по его глазам, что все, что происходит сейчас с ним после возвращения из больницы, то есть, ну, представляете, да, 2 года провести в клинике, там, со всеми этими историями. Он просто счастлив, мне кажется, вот сейчас по нему это видно, он даже ничего сказать толком не может. Вот, на самом деле, Сергей просил сегодня дать разрешение сказать вот по поводу того, как в таких ситуациях, в общем, нужно помогать близким. Да, я хотел вас попросить, ребята, что вы, ребята, молодые и горячие, наверное, вот. Вот, и вам было бы очень, как надо сказать так, к лицу помогать людям. Я не говорю финансово. Я имею в виду, например, прямую помощь, прямую помощь, которая может даться только от человека к человеку, это сдавайте кровь, пожалуйста, по возможности. Для этого, конечно, стоит ни пить, ни курить. Воспитательный процесс пошел, да. На самом деле… Вот, сдавайте кровь и сдайте, пожалуйста, пройдите типирование в базу доноров костного мозга. По той причине, что человек, пока не столкнется с этим, он не представляет, насколько это сложно найти донора. И насколько это счастье, когда ты находишь человека, который тебе подходит на 100%, хотя бы на 90%. Я нашел человека, который подходит мне на 90%. Я нашел его в России, что очень большая редкость. Огромная редкость. Да, Сергею очень повезло. Да, и поэтому я отделался очень небольшой суммой и недолгим сроком ожидания. Я не сильно, недолго нервничал. Если вы сможете быть кому-то полезны, этот шанс нельзя выпускать. Это совершенно безвредно и очень, очень полезно. Может быть не вам, но поверьте, и вам тоже. Чтобы вы понимали, на самом деле ничего страшного в этом нет. То есть, если мы заговорили, затронули мы эту тему, то тут история такова, что просто человек сдает кровь на то, чтобы… Ну, то есть, врачи изучают состав его крови и, допустим, если она подходит кому-то в будущем, она находится в определенном банке медицинском. Через год, через два, через десять, может быть никогда. Вам напишут и скажут, вы подходите такому-то человеку, который нуждается. Это может быть женщина, мужчина, ребенок. Мне пересадили костный мозг 46-летней женщины. Я женщина. По сути. Наполовину. Ну, в общем, да, случилась такая история, что вот нашли в России донора для Сергея и чем большим процентом подходит состав крови и костного мозга, то тем больше шансов на то, чтобы все будет хорошо. Ну, собственно, вот мы сейчас… Пример как раз того, что когда-то, видимо, эта женщина сдала свои анализы, всего лишь сдала анализы и в конечном итоге получилось так, что вот она спасла жизнь человеку и Сергей сейчас с нами здесь присутствует. Вот, и в общем, да. Я думаю, что в первую очередь, конечно, это аплодисменты тому человеку, кто когда-то… Я познакомлюсь с ней через год. То есть, это такая… Такая схема. Такая схема, да, то есть нужно… Два года должно пройти с пересадки и после этого… Сергей, мы желаем вам удачи, все будет хорошо на самом деле, друзья мои, да? Нет, нет, конечно, на самом деле… А я вам. Я понимаю, что сейчас, возможно, внутри каждого… Вообще, я помню себя молодым, если вот, например, вы сейчас пока не рассказываете о том, какие у вас четкие ощущения, да, вот в 20-21 год. Я помню примерно вот то свое состояние, когда я слушал, когда речь шла о каких-то вот серьезных болезнях, мне как-то всегда было немножко не по себе. Я старался этого сторониться, и меня как-то это пугало. На самом деле, это достаточно открытая вещь, надо к этому относиться легче, в том плане, что если все-таки с кем-то это происходит, надо просто объединяться всем миром и помогать своим близким, и тогда на самом деле все будет хорошо. Не просто так Сергей затронул тему того, что, в общем-то, для того, чтобы удачно сдать анализы, нужно вести здоровый образ жизни. На самом деле, это не воспитательный какой-то процесс. Мы, в общем, сами прошли огонь, воду и медные трубы, сами прошли через практически все, что может быть связано с рок-музыкантом в этом мире, но в конечном итоге пришли к тому, что на самом деле главное, что движет, в общем, любое творчество, это в первую очередь любовь, и это главный наркотик, который, в общем, может быть у человека для того, чтобы творить. Все остальное, я думаю, это как-то уже где-то сторонне. Спасибо. У нас вопрос есть в аудитории. Давайте. Сергей, добрый день. Меня Кристина зовут. Хотел вам два таких вопроса задать. Вот когда вы только узнали о своем диагнозе, можете вспомнить первую вообще мысль, которая у вас пронеслась в голове? И второй вопрос, вот все-таки в такой ситуации что больше помогает, какая-то поддержка близких, родных или все-таки внутренне убежденно, что вот я выкарабкаюсь, как-то вы себя настраивали на это, что вот больше всего помогает? Вот вы уже на все ответили на самом деле, потому что в вашем вопросе все содержится. Ну, конечно, я узнал, но я узнал уже, знаете, я уже довольно плохо себя чувствовал, но ты не обращаешь на это внимания, потому что… Надо сказать, что мы гастролировали, у нас был тур, и прямо в туре мы наблюдали, как Сергей становился все хуже, поэтому не прерывая гастроли, постоянно выступали даже в этом процессе. Ну, ты всегда находишь способ, как взбодриться или как сделать веселее себе настроение и как-то облегчить симптомы. Никогда не думай, что что-то серьезное. И когда поставили диагноз, ну что это было? Ну, я, конечно, удивился, но… Ну, мне казалось, что все хорошо. Даже в каком-то смысле так и должно быть, потому что… Ну, может быть, мне хотелось немножечко отдохнуть или что-то пересмотреть, серьезно говорю. Я прям подумал, хорошо, буду жить так. Ну, серьезно, да. Мне было 33 года, и я действительно не очень понимал, что делать в жизни, потому что это не только у первокурсников, я вас уверяю. Это на протяжении всей жизни, мне кажется, вопрос, кто я, что я, да? Ну, в нормальной жизни, да, как мне кажется, вот, и отреагировал достаточно сдержанно, потому что была, опять же, поддержка родных, и что мне помогло? Мне помогла, ну вот, мы не стали обращаться ни в какой фонд, потому что фонды и так раздираются со всех сторон, всем очень нужны, очень много людей болеет. Мы решили, что раз у нас есть какая-то база слушателей, мы просто попробуем собрать там. Мы сказали, помогите мне, пожалуйста, и мы собрали необходимую сумму достаточно быстро. Да, на самом деле здесь надо сказать огромное спасибо всем людям, которые оказали поддержку в тот момент, потому что, в общем, благо у Волги-Волги есть какое-то количество слушателей, которые входят на наши концерты, которым наша творчество нравится, и, в общем, все вокруг, и друзья, и поклонники, и, конечно же, близкие, самые-самые близкие, все, в общем, как-то сразу. Ну, вот Сергей сказал, действительно, там очень много ситуаций связано с тем, что сколько это будет стоить, и вот как раз то, что донор нашли достаточно быстро и в России, по-моему, из Санкт-Петербурга, да, женщина была? Да, да, да. Вот это... А так-то семьи практически стабильно разоряются, когда подобный диагноз слышат. В принципе, семья терпит бедствие, потому что они продают все, что у них есть, если, конечно, оно у них есть. Поэтому помощь, она была важна. Все настолько как-то... Это было мне нужно, было мне нужно, очевидно. И это я начал понимать потом, когда начал искать какой-то другой путь, духовный путь. Я его нашел, очень рад. И понимаю, что это мне действительно было нужно. Как говорил Женя Лукашин из фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром», я себя пострадавшим не чувствую. Я чувствую, что я только приобрел, серьезно. Спасибо. Антон, у нас экватор уже программы, мне кажется, все-таки... Я как раз сейчас хотел сказать, что будем, наверное, отходить от настолько важных вещей к творчеству. И я думаю, что вот эта песня как-то так само... Мы же не выстраивали сценарий нашего сегодняшней встречи. И как нельзя, кстати, сейчас вот та песня, которую мы на экваторе хотели исполнить, песня называется «С тобой». Послушав текст этой песни, вы, наверное, поймете, что вот сейчас все, о чем мы говорили, только что очень даже как-то близко подходит к настроению этой композиции. Но она тоже светлая, она не грустная ни в коем случае. Все, что нынче было пропито, Столько слезы было пролито, Столько слов красивых сказано, Про любовь давным-давно, Но цветут цветочки алые, И поют печушки малые, Про мгновенье, А про сомненье, Про твое приказновенье с тобой. С тобой сердце бьется, С тобой луна смеется, С тобой восходит солнце, Но только лишь с тобой. С тобой сердце бьется, С тобой луна смеется, С тобой восходит солнце, Но только лишь с тобой. Мне не страшен ветер с дождичком, Про ходимец острым ножичком, И секунды станут вечностью, И ответственность без вечностью. Все тропинки, переулочки, А все маршруты, закоулочки, Повороты здесь и там и тут, Все равно к тебе, к тебе ведут. С тобой сердце бьется, С тобой луна смеется, С тобой восходит солнце, Но только лишь с тобой. С тобой сердце бьется, С тобой луна смеется, С тобой восходит солнце, Но только лишь с тобой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова С тобою сердце бьется, С тобою луна смеется, С тобою восходит солнце, Но только лишь с тобою. С тобою сердце бьется, С тобою луна смеется, С тобою восходит солнце, Но только лишь с тобою. С тобою луна смеется, В этот момент поет весь зал. Понятно, что здесь мы сейчас находимся. Бывает и такое. Не кокетничайте, не скромчите, действительно. Во всяком случае, я в первых рядах точно пою. Спасибо. Вообще, вы считали, сколько у вас песен за этот 21 год? Ой, нет, никогда не считали. Наверное, не очень благодарное дело, Как-то считать свои песни. Вот если говорить на самом деле про песни, друзья, То надо сказать, что у нас такая, Не знаю, как это правильно выразиться, Демократия в коллективе. То есть когда в группу приходит какой-то новый музыкант, А за 21 год, конечно же, случались такие моменты, Что кто-то в группу уходит, Кто-то появляется в коллективе. Мы, в общем, естественно, Приходит новый музыкант, И я, скажем так, Если можно так выразиться как руководитель, Я всегда говорю ребятам. То есть у нас нет такого, Что вот ты пришел к нам в коллектив, Там как бас-гитарист, И ты вот только и делаешь, Что берешь бас-гитару в руки И играешь на инструменте. То есть есть ли у человека как бы Собственно какое-то видение того, Как могла бы поменяться группа, Как могло бы поменяться творчество коллектива. Если человек пишет песни, То в общем всегда предпозволительно В нашем коллективе приносить песню, И мы обязательно ее исполняем. Причем более того, Что если человек, например, Имеет возможность и желание эту песню Сам исполнять в коллективе, То не обязательно, Что я там как вокалист, Условно говоря, всегда там говорю, Нет, эту песню пою только я и все. Ну как в большинстве, скажем, Коллективов происходит. У нас с Сергеем ситуация Была примерно такая же. То есть когда он пришел, Он в общем пришел как гитарист коллектив. Но потом со временем я поняв, Что Серега пишет классные песни, И видимо ему тоже в общем-то этого Хотелось в каком-то смысле. В общем мы сейчас вообще поем Песни там некоторые он, Некоторые я. То есть и не обязательно допустим Я исполняю песни те, Которые я написал. Я могу петь песню, например, Которую написал Сергей. Или например, Сергей пришел к нам на смену Нашего гитариста Эдуарда Фазульянова, Который сейчас продолжает Заниматься творчеством. И сейчас есть свой тоже проект. Вот песню с тобой, кстати говоря, Написал как раз Эдуард Фазульянов. Это наш предыдущий гитарист, Который в группе был почти 15 лет. И собственно вот исполнял ее я. Также в общем поэтому про песни Я могу сказать, Что песни у нас в коллективе В общем пишут практически все. Как минимум исполнять как минимум по разу, А то и по два там пытался каждый. У нас есть даже альбом, Который называется «Даже любовь», Где каждый из музыкантов Хотя бы одну песню исполнил. То есть была такая вот у нас практика. Вот и поэтому песни мы не считаем. В общем когда случается написание песни Кем-то в коллективе И новую песню приносит на репетицию. Это всегда вот знаете такое расхожее мнение там. Песни они как дети вот любят говорить, да. То есть ну может быть так громко мы не говорим, Но это всегда событие. То есть если появляется новая песня, Которая понравилась всему коллективу. Если получается так, Что мы пеленаем в какую-то классную аранжировку, То естественно это для нас большое событие. Может быть когда-то наступит то время, Когда мы посчитаем количество песен, Которые нами были написаны и исполнены. Но пока мы не занимались этим. У нас на подходе сразу три вопроса из зала. Отлично. Давайте по очереди сейчас. Пожалуйста. Здравствуйте. Я ваш слушатель. Я немножко старше, чем аудитория. Спасибо. У меня у вас целая папка на плеере. Поэтому я думаю, я имею право на вопрос. Мне было приятно вас увидеть в Олимпийском. Вы пели там песню «Знаешь ли ты». Первый вопрос. Каково это выступать в Олимпийском? А вторым вопросом. Часто каверы лучше оригинала. Например, «Белый роз». Оригинал я не слушаю, например. Нужны ли какие-то там согласования такие, Чтобы иметь право ее исполнять? Спасибо. Спасибо за вопросы. Право на вопрос имеет каждый. Ну да, конечно, приятно, что у вас там целая папка, И что вы слушаете. Сегодня мы, кстати, исполняем песни все авторские. Ну да, действительно, у нас есть целое направление в нашем творчестве, Когда мы делаем перепевочки, То есть так называемые кавера. То есть исполняем песни уже известных исполнителей, Или, может быть, не очень известных. Но как-то по-своему их преподносим публике. И зачастую это получается удачно. Я начну как бы вот со второй части, да, вопроса. Я думаю, что... Ну, во-первых, разрешение — это, как сказал один композитор, Александр Морозов его зовут. Разрешение, в первую очередь, это собственная совесть. Вот. Думаю, что в первой половине своего творчества Мы не обращались с вопросом к своей совести, О том, можем ли мы взять ту или иную песню На то, чтобы ее перепеть. Вот. Но, конечно же, поскольку коллектив становится... Ну, со временем даже просто, если учитывать, Что у нас нет особенно много на телевизоре И нет в телевизоре и много на радио. Мы, в общем, как бы все свое творчество Продвигаем в интернете. Иногда случается телевизор, иногда случается радиостанция. Вот. Но, в целом, мы как бы не особо горим желанием Светиться на каких-то вот таких вот пространствах Телевизионных и радийных. Если это есть, это здорово. И поскольку нас там немного, вот, наша... Ну, назовем это таким не очень, может, приятным словом Но наша раскрутка, да, она происходит Медленно, но верно. То есть, мы все эти 21 год идем К какому-то своему определенному Там, не знаю, скажем так, олимпу Который мы где-то впереди, может быть, видим, да. А может, мы его даже и не видим И просто идем своим путем, своей дорогой. Вот. И что касается как раз Вот, второй части вопроса Когда коллектив становится чуть более известный, Чем просто кавер-группа, выступающая на свадьбах В любом случае, у тебя, ты сталкиваешься с вопросами Оригинальных исполнителей или композиторов По поводу того, почему же ты сделал кавер на ту или иную песню Поэтому последние годы мы, в общем, практически по всем песням идем Как минимум по пути Благо, у нас получается так, что много концертов мы даем вместе Совместно с какими-то звездами нашими, отечественной эстрадой И мы, в общем, ну, можно сказать, вот в колуарах Там, в историях, в гримерках Ну, спрашиваем некого разрешения Зачастую, например, как с песней «Фантазер» у нас случилось Это происходит на официальном уровне То есть, мы подписываем некие документы Даже даем некие денежки для того, чтобы их исполнить, если уж быть совсем честно Как раз это вот что касается Александра Морозова и песни «Фантазер» Которую в свое время исполнил великий белорусский певец Ярослав Евдокимов Поэтому здесь, в общем, история простая Либо ты просто берешь и поешь И ждешь, когда тебе кто-нибудь наступит на одно место И спросит, почему же ты это сделал Либо ты как-то обращаешься напрямую к исполнителю Что касается Олимпийского, я не знаю Ну, нам и сейчас вот здесь очень классно для вас выступать То есть, конечно, да, когда музыкант молодой, когда амбициозный, скажем так, максималист Когда человек, да, тем более, если ты считаешь себя начинающим рок-музыкантом То выступить в каком-то таком крутом большом зале это всегда классно Олимпийские, Лужники и так далее Ну, вот у нас случилось тогда, что мы выступили Но, к сожалению, мы там пели не авторскую песню А нашей хорошей подруге Марина Максимова «Знаешь ли ты» Хотя, в общем, тот кавер, который мы на эту песню сделали Он, в общем, так достаточно много шума наделал Сейчас вообще все фанаты футбольных клубов его поют, как свои гимны Почему-то, не знаю, почему это случилось Вот так Здравствуйте, Камила Шакирова, журналистика «Первый курс» У меня есть два вопроса Первый У каждой группы есть своя история Так вот, в начале карьеры, ну, в момент формирования группы Она называлась «НЗ» Мне вот очень интересно, что это означает И кто это придумал И как вы перешли к названию «Волга-Волга»? Ну, быстро отвечу Значит, группа была мной создана еще в 91-м году в школе Вот, то есть, если посчитать, то это даже больше, чем 21 год Сейчас объясню, почему 21 год Когда группа была создана, мы тоже пели разные песни того времени То, что было популярно, по крайней мере, среди молодых людей, слушающих рок-музыку Там, песни группы «Чаев», «Борис Борисович Гребещиков», «Аквариум», «Машина времени» и так далее То есть, вот такие вот песни мы исполняли В какой-то момент мы начали писать свои песни И одна из первых песен, которую мы написали, называлась «Песня о мальчике нейтральной зоны» Мы взяли название «Нейтральная зона» Потом в какой-то момент поняли, что хотим сократиться до «НЗ» И в 1997 году Да, ну супер, это же классно, то что мы сейчас в одной аудитории общаемся, разговариваем И в 1997 году мы выпустили первый свой альбом Вот первый альбом, который можно было назвать прям альбомом, который мы держали в руках Тогда это были еще кассеты, которые можно было поставить в магнитофон Да, кассетки, которые перематывали засовывая ручкой Вот так вот крутили на руке Вот Тогда был записан первый альбом Но мы еще назывались «НЗ», но уже выпустили первый альбом Поэтому вот, в общем, летоисчисления мы ведем там не с 1991 года, а с 1997 года Когда вот первый альбом увидел свет И потом в процессе, когда в коллективе начали появляться Сначала это был состав, классический состав, так называемый битловский, да, классический состав Это три гитары, то есть две гитары, бас-гитары и барабаны Потом появился баян, саксофон, труба, тромбон И музыка стала совсем не похожа на ту, которую мы делали изначально И в связи с этим, в общем, случилась смена названия Почему «Волга-Волга»? Ну, не знаю, потому что мы живем на Волге Потому что, если посмотреть фильм «Волга-Волга», кстати говоря, настроение в этом фильме Очень похоже на настроение того, что мы делаем в целом, как мы занимаемся своим творчеством Ну, наверное, вот такое объяснение, хотя, честно говоря, вот объективно На тот момент мы никакого объяснения не искали Я вашу привет передаю Хотя бы передам привет Давайте тоже включайся в процесс, Серега Я обычно болтаю очень много Хотела добавить, первый вопрос был от моего папы Он, к сожалению, не смог тут присутствовать Круто И вот вопрос от меня Подготовка к выступлению — это сложный процесс Начиная подбором песен, заканчивая костюмами Так вот, акцент именно на это Мне, как девушке, очень интересно Кто же берет на себя ответственность за подбор стиля? И бывают ли у вас разногласия по этому поводу? Ровно 8 лет назад на себя ответственность по подбору стиля в костюме В плане костюма взял на себя Сергей Когда появился в нашем коллективе Это тебе так кажется Не, ну расскажи интересную историю про штаны Я пришел как есть А у меня просто не было нормальных штанов, джинсов У меня были только индийские шмотки Растаманские штаны У меня были только эти штаны смотнёй Широкие такие Веселые и пестрые Штуковины Несмотря на то, что дело близилось к Новому году Я ходил в таком И вот на первый концерт я пришел А ребята все в джинсах Да в каких-то в тельниках, по-моему Что-то ты, братец, выделяешься Я говорю, у меня нет штанов Обычных джинсов, смотрите А одеть такие штаны с тельняшками Да, и все такие решили Давайте попробуем, мы тоже И вот мы такие Приоделись в шароварах Ну правда, если вы посмотрите какие-то наши фотосессии Если в интернете где-то нас увидите То действительно мы сейчас выступаем в таких шароварах То есть мы называем для себя их шароварами Причем в свое время они приобретались в разных странах Кто-то из Таиланда, кто-то из Турции, кто-то из Эмиратов привозил Вот не знаю, кстати говоря Откуда первые? Первые штаны твои откуда? Ну первые, первые, да не знаю В общем, на самом деле это стало определенным стилем в последние 10 лет у группы «Волга» Хотел сказать про подготовку к концерту Мне снился несколько лет один и тот же сон То есть он был всегда разный Но ситуация была одна и та же Вот сейчас концерт Через три минуты, через две, через одну А у меня что-то не готово Чаще всего в педалборде там где-нибудь или в гитаре что-то не то Что-то не хватает по аппарату, я не могу включиться Эдик нервничает Эдуард здесь присутствует еще один участник нашего коллектива Да, звукорежиссер Звукорежиссер нашей группы Эдуард Нормеев Нервничает на меня, а как нервничаю я невозможно передать И это было несколько лет Ну потому что, не знаю почему Потому что таких ситуаций-то они и были, но Но редко В реале я на них вообще не обращаю внимания А во сне это очень волнительно Я вернулся в Казань и такие сны прекратились Больше я не волнуюсь Сплошные знаки Да, спасибо большое Я бы хотел сначала добавить по предыдущему вопросу Ну по поводу стиля Так как вы, Антон, сегодня в костюме, в ботинках А вот Сергей в носках с котенком в соцзащитных очках Мы же должны как-то балансировать Да, но это очень круто, это очень интересно И собственно к вопросу Не могли бы вы рассказать о коллаборации с какими-нибудь артистами С которыми вы может общаетесь, общались или встречались на каких-то фестивалях На которых выступали Может какие-то интересные истории с какими-то артистами, музыкантами С которыми вы когда-то работали, встречались, общались и общаетесь По поводу коллабораций На самом деле такая давняя история Иногда ты живешь в своем творчестве И в общем даже не... Принято думать, возможно, да, возможно И опять же мое мнение Но принято думать, что все эти коллаборации Появляются в тот момент, когда артист начинает Испытывать некую проблему в своем творчестве То есть когда у тебя становится мало своих песен и так далее Ну вот почему-то бытует такое мнение Иногда Хотя на самом деле Иногда просто в какие-то моменты Пауза между записью альбомов Записью песен Просто нужна практика общения И практика записи работы на студии С какими-то другими музыкантами Естественно, у нас такая практика есть То есть мы очень много писали Каких-то совместных треков И, скажем, с такими группами С нашими друзьями, например, из города Ярославль Группа «Мамульки Бэнд» У нас целый альбом в свое время был выпущен Который назывался «21», кстати говоря «Хорошие песни для детей и взрослых» То есть мы там пели разные песни из мультиков Из кинофильмов и так далее Но сейчас, скажем, в стадии переговоров Да, я не знаю, например, насколько вам это будет интересно Но вся стадия переговоров Совместная запись песни с татарским исполнителем Не только татарским Могу сказать уже практически российским Элвином Греем Но это, на самом деле, если это случится Это случится к юбилею одной радиостанции На самом деле, мы же сейчас не на телевидении Я же могу сказать, да, к юбилею радиостанции Бимрадио, то есть наших больших друзей С их стороны, в общем, было Выдано такое предложение Как правило, это предложение либо От кого-то исходящее Либо предложение, которое Просто ты придумываешь эту историю Где-то в закулисье Вот, поэтому, ну Всегда, когда нам поступают подобные предложения Нам это интересно Друзья мои, у нас 20 минут И буквально 4 вопроса И еще хотелось бы песню Поэтому давайте переходим в режим Две Они короткие Очень быстрый вопрос в ответ Кстати, мы совсем забыли У нас же есть с вами сегодня Еще и билет Автору самого интересного вопроса Самый интересный вопрос Не забывайте Да, да, да Мы должны выбрать вопрос Следующий вопрос Вспоминай А у меня такой вопрос Есть ли у вас какая-то песня Из вашего репертуара, которая Вот больше всего вам по душе Какая-то любимая песня Вот у каждого из вас Я хотела бы услышать ваше мнение, да Которое вот вам нравится Исполнять лично Чтобы вот прям За вас за душу цепляло, да? Да, есть Ну, они меняются Цвет вашего настроения на данный момент Я понятия не имею Я не знаю, я не могу сказать Я еще пока не вспомнил весь репертуар Я недавно Я на самом деле Я месяц как здесь живу Если говорить Я за Сергея сейчас отвечу Потому что я просто наблюдаю Вот последний этот месяц Очень близко за его настроением, да? Как оно поменялось с какого-то времени Даже с тех лет, когда мы общались до Вот этой болезни, да? И мне кажется Вся его любовь, все его настроение В данный момент даже не в песнях Волги-Волги А потому что мы же говорим о том, что Этот творческий человек Он очень огромное количество песен И не все песни он приносит в группу Волгу-Волгу Но на самом деле, ребят Если вы в Инстаграм там или Вконтакте Посмотрите его странички, да? Его блоги там и так далее Вы поймете, что это очень классное творчество Я правда Я сейчас Шопшкрибе ту май чаннел Да, то есть У Сергея есть очень классные песни Я думаю, что он сейчас весь по настроению В своих вот этих песнях Я просто вспоминаю песни, которые мы Нет, сейчас я как раз таки весь в том, что мы репаем к ПКЗ И я как раз хотел сказать, что вот мы сейчас практически ежедневно Ну, как минимум через день Стараемся репетировать концерты в БКЗ, в консерватории Для нас очень важный концерт Это будет акустический концерт Поэтому акустика, она всегда подразумевает, что Зритель слышит каждый нюанс Каждую тонкость, нотку Исполнение и так далее Поэтому это очень важно И мы стараемся Программу очень наиграть Вот я сейчас лично нахожусь вот в тех песнях Которые мы будем исполнять там В консерватории Вот И в том числе будет исполнено несколько песен Которые, возможно, Сергей даже в свое время Может быть и не планировал Для исполнения в группе «Волга-Волга» Но вот мне кажется, две песни Они очень Это к разговору Если вы все-таки зайдете на его страничке К разговору Есть песня, одна называется «Мелодия» Одна песня называется «Ангелочки» Мне кажется, вот он сейчас Ну, так себе название, я понимаю, не вдохновляющее Но вы все равно зайдите и заслушайте Мне кажется, это вот те песни, которые сейчас Антон хотел сказать, что мы будем их играть Обязательно будем играть С группой «Волга-Волга» Мы их будем играть Это первый раз Такое произойдет Да, и у меня тоже Я про себя так же могу сказать Вот с тобой Одна из моих любимых песен Но каждый раз, когда ты делаешь какую-то новую песню То, конечно, живешь новой песней Тоже к вопросу о песнях Вот когда вы составляете список Песен, которые вы будете играть Вы исходите из личных предпочтений Или из предпочтений слушателей Поскольку я здесь Вот я лично я Руководствуюсь конкретно такой фразой Я сейчас не то, чтобы там сейчас буду Фонтанировать какими-то там Фразами там общеизвестными Но есть такое понятие, да И мы в ответе за тех, кого приручили Вот музыкант, когда выходит на сцену На сцену, когда он выходит Он в первую очередь Исполняя песню Он Вот как бы это, может быть, не звучало Некорректно, но он Влюбляет в себя публику Своей песней В первую очередь, да И, соответственно, человек, когда приходит на его концерт Еще и еще и еще раз Он хочет услышать какую-то определенную песню Конечно, мы, составляя трек-лист своего концерта Руководствуемся своим ощущением Да, но в том числе мы Вот есть песни, например, такие, как там Белые розы и Ира Те, которые уже набили у нас оскомину такую, да Которые, может быть, мы уже не хотели бы исполнять Но вот все 21 год мы практически их исполняем на каждом концерте Потому что был период, когда мы пытались дать такой обед И сказать, все, песню Иры мы больше на концертах не поем Ну, два концерта буквально мы выдержали Поэтому, естественно, мы руководствуемся и тем, и другим То есть своим здравым смыслом, но и, конечно же, тем, что хочет услышать публика на концертах Кстати, Ира, Ира, слышали песню Иры группы «Волга-Волга»? Да, ну, половина, слышали, половина нет Следующий вопрос Мне кажется, человек и три сказал, да Это классно, мы сегодня ее исполним Рубрика «Неловкие моменты» Вы когда-нибудь случайно матерились в микрофон при зрителях? И что потом чувствовали? Хороший вопрос, прямой ответ Да, конечно, это случалось 21 год, что только у нас за это время не происходило Наверное, сейчас мы уже пришли к тому, что мы стараемся минимизировать такие вещи Потому что, ну, потому что есть определенные взгляды на эти моменты, да Ну, в общем, да, нас, наша творческая судьба не обошла стороной мимо этой истории Бывало, бывало Бывало, без цитат, но все, на самом деле, было в контексте настроения концерта Не могу сказать, что это было так под балды Вы спрашивали, что волнует студентов А что же волнует вас сейчас уже? Я так думаю, что сейчас расскажет нам, что волнует студентов Да вот, мне кажется, Сергей уже вот до этого отвечал на этот вопрос Он сказал, что на самом деле определиться в чем-то, да, что ты сказал, что до сих пор есть некое... Да, то есть вот прямо сейчас не знаю, что меня волнует Тогда тоже не знал, что меня волнует Но это разные вещи То, что волновало тогда, но я не могу это сформулировать Ну, какие-то мелочи, на самом деле Ничего по-серьезному меня не волнует Я скажу так Это к разговору... Шаньте, шаньте, ребята Да, давайте будем жить сегодняшним днем Да, мы ставим, мы строим какие-то планы грандиозные Для того, чтобы было к чему тянуться Но объективно говоря, чтобы любая цель была достигнута Я, по крайней мере, какой-то опыт, когда ты черпаешь из уже прожитых лет Ты понимаешь, что все, что случилось, оно случилось Потому что ты в какой-то конкретный момент делал то, чем ты любишь заниматься В данный момент Вы учитесь на факультете журналистика Мы сидим вот здесь в качестве гостей Если мы делаем это дело в данный момент от души и искренне То я думаю, что то, что мы запланировали В ближайший план, например, наш концерт в БКЗ 5 декабря Я думаю, он сложится, потому что мы к нему идем искренне И ежедневно думаем о том, что будет дальше Ну, у меня появилось два вопроса сейчас, исходя Хорошо Один лучше? Я так не смогу Два коротких Первый Про рекламу Сейчас все артисты, мы не на телевидении, будем честно говорить Отрекламировали, забыли, что они рекламируют продукты, не пользуются им Как вы относитесь вот к этому? И второй вопрос Я чувствую некую такую стенку между нами То есть вы поколение и мы поколение Вы считаете нас теми, кто не знает, что такого кассета, как ее закручивать на карандаше И мы именно в ваших глазах такие? Супер По-первыху я начну с первого Каждый делает свой выбор Я даже не знаю, как бы повели себя мы, если бы нам пришли и сказали Давайте отрекламируйте вот такую-то зубную пасту, например Может быть мы покопались бы в том, что за зубная паста То есть ты покопаешься, что за зубная паста, ты поймешь, что она хорошая И в общем, почему бы не отрекламируют То есть вообще вся наша жизнь сплошная реклама Реклама себя в первую очередь Когда вы заканчиваете вуз, начинаете рекламировать себя перед работодателем Для того, чтобы найти какую-то работу То есть другое дело, что может быть кто-то идет в рекламу из другой сферы Но это, в общем, выбор человека То есть если он настолько востребован в обществе через масс-медиа И его приглашают сняться в какой-то рекламе То его право, почему бы нет То есть реклама – двигатель торговли А наша современная жизнь – это, в общем, сплошная торговля Как бы к этому мы ни относились, хорошо ли, плохо ли Так оно есть И, в общем, мы принимаем и живем в этом По поводу стенки Я думаю, Сергей более философски сможет отменить Неужели вы считаете, что есть стена? В этом был вопрос? Она сказала, что она оборот чувствует эту стену Или вы чувствуете, что есть стена? Мы всю передачу... Но вы знаете, что такое мотать Что такое... Зачем ручкой кассете, да? Вот Вы популярны в наших глазах, вы окей вообще Вот прям мне очень нравится Вот прям мотор За вопрос отдельный респект У меня немного личный вопрос к Сергею Судя по вашему поведению, вы очень активный и позитивный человек Были ли вы такими же в детстве? Или же какой-то настал момент определенный С которого вы поменяли свое мировоззрение? Спасибо, спасибо Микрофон, микрофон Да, как-то... Ну... Это очень сложный вопрос Так, ты из веселого человека сейчас сделал задумчивого своим вопросом Нет, ну, в общем... В общем, как бы, да? Окей? Давайте, давайте Я бы хотел спросить вопрос в стиле Юрия Дудя Насколько мне известно, у вас в прошлом году Через 20-летие были концерты в московском клубе «16 тонн», в питерском клубе «Мод» И хотелось бы спросить про самый большой гонорар за ваше выступление в вашей концертной деятельности Где, когда... Ну, я догадываюсь, что, наверное, конкретных цифр не будет названо Но, ну, если есть такая возможность, было бы круто Если нет, ну, просто рассказать, как это было, как выступило предложение на это выступление Ну, по итогу которого был самый большой ваш гонорар Не отходи от своих, пожалуйста, отначально Сколько вы заработали, самый большой гонорар? Я вам скажу, да, дело в том, что мы, поскольку я уже сказал, мы не очень телевизионный, не очень радийный коллектив Наши все самые большие гонорары, они связаны, конечно же, с выступлением на определенного рода корпоративах И мероприятиях, которые так называемые закрытые мероприятия Поэтому, если говорить про гонорар, который, условно говоря, группа зарабатывает, собирая зрительный зал под афиши То это один гонорар Допустим, если мы говорим, нет, максимальный, я имею в виду про 16, те же самые 16 тонн, там, или клуб мод, да В 16 тонн, сейчас скажу, нами была собрана сумма в размере 100 тысяч рублей Это много или мало? На корпоративе, на корпоративе скажи Это уже от него вопрос Сергей, смотрите, наш союзник, друзья Что касается корпоратива Что касается корпоратива Максимальная сумма, которую знаю я Потому что цена корпоратива от групп, она на самом деле отличается от реальной цены группы, которая есть в принципе в жизни Потому что мы понимаем, что существует некоторое количество этапов организации такого концерта Я знаю, что максимальная цена на корпоративе за коллектив «Волга-Волга» была 500 тысяч Ого, вот это солидно Так, ну что Мы этих денег не увидели Почему? Но цена такая была А я хотела спросить, куда вы их дели? Меня спросили напрямую вопрос Я напрямую ответил, что была такая цена Спасибо Это я сказал честно, как есть Итак, из тех вопросов, которые вы услышали Какой самый интересный, на ваш взгляд, достойный того, чтобы вы вручили билет на концерт? Наверное, солидарны будем, если за стенку Про стенку, да? Про стенку Итак, прошу выйти сюда, на сцену Вручение билета за то, что Самый интересный вопрос неожиданно сдала А вот и билетики Мы надеемся, что вы придете на наш концерт Поаплодируйте Как вас зовут? Марго Марго Получает два билета Марго, поверните, пожалуйста, к зрительному залу передом Я сам приду, хотел сказать, Сергей И в завершение свой вопрос Я все-таки пользуюсь таким служебным положением Если очень коротко, до музыкально завершающей, конечно же, я так понимаю, Ирой, да? Вопрос Что бы вы себе сейчас, встретив себя 21-летнего, сказали? Коротко, тезисно Я бы сказал, продолжай делать то, что делаешь Идешь правильным путем, парень Спасибо Сергей Не ешь, не кури, не пей Спасибо Итак, по многочисленным просьбам тех, кто не слышал эту песню Но уже захотел ее услышать Пожалуйста, группа «Волга-Волга» Друзья, я не знаю, просто дело в том, что я не знаю Будет ли у нас возможность После завершения песни еще сказать какие-то слова На самом деле, очень было приятно здесь сегодня присутствовать у вас Это правда И то, с чего я начинал сегодняшнюю встречу Если у нас получилось с Сергеем Ну, хотя бы, как минимум, половину из вас заинтересовать этой встречей Если кому-то было неинтересно Извиняемся Я думаю, что в следующий раз постараемся сделать, чтобы было интереснее Увидимся на концертах Песня, которая называется «Ира» Вернее, даже «Ирина», потому что это интерпретация этой песни В таком варианте мы будем петь 5 декабря Раскинув руки жира Как будто крылья дельтаплана Лечу надежно и легко Над территорией Ирана Ирана вспоминать слова Которые ты говорила Идут к вокзалам поезда Ну, что ж ты, Ира, натворила? Ира, рай-ру-ра Ира, рай-ру-ри-ра Ира, рай-ру-ра Ира, рай-ру-ри-ра На поворотах злой судьбы Я скрипну тормозной колодкой Ты обливала меня водкой Когда ссыхался я с тоски С тоски рисуя кренделя На пифагоровой страничке Качу вареные яички На день рождения для тебя « BRAS hier – инфля拓 – инфля повё theorк» Ира, рай-ру-ри-ра Ира, рай-ру-ри-ра Ира, рай-ру-ри-ра Тоскани растут цветы, А в уругвай помидоры Завдали кактусы в саду Уходят в море пароходы Прошу прости, не забывай, Не забывай, не забывай Я улетаю, улетаю на Минводы Увижу прелести природы Пока! Привет! Пиши в головы Ира, ира, рай-ру-ра Ира, ира, рай-ру-ра Ира, ира, рай-ру-ра Ира, рай-ру-ра Ира, ира-ру-ра Спасибо! Сергей Татарский Ну правда, надеемся, что было интересно Увидимся на концертах, и спасибо за приглашение В общем, думаю, что каждый сегодня для себя что-то полезненькое Хотя бы совсем чуточку уяснил Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok